МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Успеть ко дню города капремонт Сугутского моста в разгаре. Доступность медицины. В Алатарском районе откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Юные патриоты. В республике стартовали за Орница и Орленок. Сегодня уже 17-й раз прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Началась она в 12 часов дня. По московскому времени продолжалось более 4-х часов. Поступило больше миллиона вопросов. Задавали их Владимиру Путину через сайты, по телефону, СМС и соцсети. И к региональной повестке. Защитить честь своего района. Такая задача стоит перед кадетскими отрядами, которые съехали со всей республики в оздоровительный лагерь «Звездный» и под Цивильском. Сегодня там дали старт финальным играм за Орница и Орленок. Подробности у Дмитрия Ковалева. Славься, Отечество, наше свободное. Ура! 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 Молодцы! Так держать! Эти ребята прошли через сито отбора, став победителями районных этапов. Заветные путевки в финал получили более 800 кадет. Конкуренция за призовые места довольно серьезная. Это невероятный труд. Надо настоящую выносливость и дисциплину иметь, чтобы пробиться на эти достаточно большие игры. Я считаю, что это как бы сплочение духа во время этих игр идет. А не столь важно, кто победит, а кто проиграет. Стрельба, сборка, разборка автомата, спортивный туризм, кросс. Программа финального этапа насыщена. Наравне с юношами курс молодого бойца проходят и девушки почти без поблажек. У девчонок получаются почти те же самые нормативы, но имеются поблажки в виде того, что нам даются более высокие баллы, чем мальчикам. К примеру, вот мальчики пробежали за одно и то же время, но нам дается, к примеру, в два или три раза больше баллов, чем им. Такой опыт мне даст. Буду знать многое. К примеру, как туризм может как-нибудь в жизни пригодиться. Стрелять тоже могу научиться. Надевать различную форму, к примеру, ОЗК. Может где-то понадобится. Показать там мастер-класс. Первую помощь буду знать лучше. Сегодня кадеты сдавали нормативы по строевой подготовке. К этому дню готовились не одну неделю. В последнее время в республике растет количество кадетских отрядов. А это значит, интерес к истории Родины ее военным страницам неподдельный. Глава региона отметил, что в патриотическом воспитании молодежи большую роль отводят и поисковому движению. Сегодня 38 организаций ведут эту общественную работу. Это тоже нам очень важно. В следующем году отмечаем уже 75-летие победы в Великой Отечественной войне советского народа. И я рассчитываю на наших уроженцев, на поисковиков. Лучшие поисковые отряды получают гранты главы региона. А на кону финалистов Игорь Зорница и Орленок. Путевки на престижные турниры округа. Вы готовы к победам? Да! И практически это очень хорошая школа. И эти дни, эти часы запомнятся вам в вашей жизни на долгие-долгие годы. Сегодня с уверенностью можно сказать, что молодежь юной армии готова к новым спортивным и творческим совершениям. И сегодня же Михаил Игнатьев встретился с вновь назначенным главой администрации района Игорем Николаевым. В приоритете развития малого бизнеса, погашения долгов за услуги ЖКХ и благоустройство улиц. Район для нас значим, потому что и реальный сектор экономики развивается. Малый и средний бизнес хорошее развитие получил. И общественное пространство улучшается. И с точки зрения, конечно, самих населенных пунктов, где там ФАПы должны строить, и программы там. Начало строительство детского сада на 240 мест. Тарги прошли. Глава региона отметил, что муниципалитет имеет большой потенциал, и его необходимо эффективно использовать. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Республика. 22 июня – День памяти и скорби. 78 лет назад началась Великая Отечественная война. В Чебоксаро с творческим концертом приехал народный артист СССР Василий Лановой. Человек, который знает о войне не понаслышке. У меня ощущение, что я давно-давно был у этого памятника. Он, конечно, замечательный и поставленный, стоит и в таких местах уникальных. И это счастье мы должны память эту хранить навсегда. Что мы делаем с бессмертным полком? Это вот замечательное движение, организованное в память того великого поколения, которое отстояло нашу страну. Спасибо тому поколению. Знаменитый актер приехал в Чувашию на творческую встречу со зрителями. До начала концерта он успел заехать в Национальный музей. У каждого российского региона своя история. Как правило, ее хранят в музейных залах. Очень много церквей было построено, и колокольное производство было развито. Почти все колокола на наших церквях были местного производства. Путеводители по Волге писали, что в отношении колоколов малолюдный и бедный Чуксар-город несравненно славнее Парижа и Лондона. Василий Лановой – кумир многих поколений. Он снимался в популярных советских фильмах. Достаточно вспомнить его офицеров. Несмотря на годы, по-прежнему служит в театре имени Вахтангова. Василий Лановой уже был в Чебоксарах, и сегодня с высоты птичьего полета по-новому взглянул на столицу Чувашия. Я его сейчас вижу совершенно другим. Очень выдержанным. Мы с хорошим вкусом, без пошлых разных, извините меня, заговолков, переулков и управленческих дел. Ну, красота. И потом Великая Волга. Ну, как это смотрится, все замечательно. Просто замечательно. Глава Чувашия встретился с профессором-доктором медицины, председателем секции Европейской ассоциации хирургии колена Роландом Беккером. Немецкий врач специализируется в области ортопедии и травматологии и уже бывал в республике. На этот раз он приехал вместе с коллегами. Признателен и благодарен за то, что приезжаете к нам. Участвуете в конференции, проводите соответствующие мастер-классы. Для того, чтобы наши специалисты по компетенциям, по главе Николая Станиславича, подтягивались, они ездят к вам, вы приезжаете к нам. Это очень здорово. В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества с Федеральным центром ортопедии и эндопротезирования. В Чебоксарах продолжается ремонт Сугутского моста. Движения по нему должны возобновить ко дню города. Глава администрации Алексей Ладыков вместе со специалистами сегодня посмотрел, на каком этапе ремонтной работы и есть ли отставание от графика. Ремонт Сугутского моста в столице идет круглосуточно, независимо от погодных условий. Днем трудится 32 человека, ночью 12. И несмотря на такой плотный график, отставание от плана все же есть. Мы просили вас до дня города. Подъем, посадка пролета, бетонирование подфермников. И с летом планируем уже выравнивающий слой, армирование выравнивающий слой и бетонирование. В общем, все идет поэтапно, по графику. Работа в ночное время суток беспокоит жителей столицы, которые живут неподалеку. Грохот, вибрация и шум от работы техники мешают им спать. В администрацию города стали поступать жалобы. Алексей Ладыков просит горожан потерпеть и объясняет, что если бы сейчас не начали проводить ремонт моста, то через пару лет пришлось бы его полностью реконструировать. Мы пригласили сюда и службу строительного контроля, пригласили службу заказчика, посмотрели и послушали специалистов. Общее мнение, что работы ведутся в соответствии с технологиями, с применением современных материалов, что мост должен служить еще десятки лет после того, как работы будут завершены. В этом году запланирован ремонт первой половины моста в 2020-м, второй. Движение по Сугутскому мосту должно быть открыто к 20 августа. Еще один объект, на котором побывал глава администрации – бульвар электроаппаратчиков. Проектом реконструкции предусмотрено расширить проезжую часть до четырех полос и организовать движение в двух направлениях. Работы на объекте начались. Планируется, что 25 июня движение на участке закроется. На проезжую часть выйдет техника и до октября будет идти реконструкция. Заплати налоги и спи спокойно. С июля жители республики начнут получать уведомления на уплату налогов за объекты недвижимости, землю и транспортные средства за 2018 год. Сумма платежа на земельный налог и налог на имущество у федеральных льготников уменьшится. А перечень тех, кто льготами сможет воспользоваться, увеличится. Подробнее далее. Перед тем, как заплатить имущественные налоги за прошлый год, нужно обратить внимание на порядок расчетов и категории льготников. В этом году были внесены изменения по многодетным семьям. В части, касающиеся земельного налога, здесь сейчас применительно у нас идет 600 квадратных метров. Непосредственно площадь одного участка идет льгота, вычеты. По налогу на имущество у нас идет вычет в части многодетной семьи на категории стоимость 5 квадратных метров, на квартиру или часть комнаты, и 7 квадратных метров это на жилой дом или часть живого дома. Ну, в расчете на одного несовершенненного ребенка. Чтобы воспользоваться этой льготой, не обязательно писать заявление. Она действует автоматически, говорят в управлении налоговой службы. Еще одно нововведение этого года – порядок расчета сумм налогов. Если в 2017 году гражданин пользовался земельным участком, владел земельным участком целый год, у него не было льготы, то при исчислении земельного налога за 2018 год, в том случае, если, например, изменилось когда-то в расстройстве земельного участка, сумма земельного налога за 2018 год не может увеличиться больше, чем на 10%. С этого года не надо будет платить налог за полностью разрушенные объекты капитального строительства, ликвидированные, сгоревшие и те, что невозможно использовать по прямому назначению. Освобождение от уплаты предоставляется с момента его физического разрушения. Не изменился, пожалуй, только срок уплаты налогов, который в этом году выпал на 2 декабря. Ольга Алексеева, Александр Магарин, Борис Андреев, Республика. Обычно посторонний вход воспрещен, но депутатам Чебоксарского городского собрания сказали добро пожаловать. Сегодня они побывали в детском оздоровительном лагере «Березка». Мы, ребята, молодцы! Березовцы! Березовцы! У березовцев сегодня заключительная линейка. Их 10-дневная смена заканчивается. Тут очень весело. Каждый день какие-нибудь мероприятия. Тут намного лучше, чем дома у себя. Можно на каждый день в природе. Дышишь свежим воздухом, заводишь новых друзей. Как убедилась наша съемочная группа, из изменений в пионерской лагерной жизни только количество дней в смене. Развлечения остались прежними. Меня измазали недавно. Когда я спала, я просыпаюсь, лицо трогаю, а там у меня лицо все в пасте. Оздоровительный эффект также измеряется прибавленными сантиметрами роста и килограммами. Ширяю плюс 140 грамм. И равенка плюс 20 грамм. Второй отряд весь. Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это конец к концу смены. Зато он на перевале. Вот это питание. Смена была короткая, поэтому они не сильно поправились. Буквально на полкило где-то вот так вот. Но нам и этого баллы засчитывается. Сила рук у них увеличилась. Ну, выросли по одному сантиметру, по полсантиметра. То, что со смены дети уедут на полкило тяжелее, неудивительно. Рационом питания депутаты городского собрания остались довольны. Состоянием пищеблока тоже его обновили в прошлом году. Тогда же здесь появился бассейн. Так как жарко стало только пару дней назад, его наполнят к заезду следующей смены. Мы в первую очередь посмотрели депутатским корпусом материально-техническую базу. Потому что ежегодно из бюджета города Чебоксара, это муниципальный лагерь Березка, выделяется финансирование. Был сделан бассейн, регонструированы спальные корпуса, медицинский корпус, столовая. Поэтому, в принципе, остались довольны. С тем, в каком состоянии лагерь было буквально 5-10 лет назад, совершенно существенная разница. Впрочем, выделяемых городским бюджетом денег на все сразу не хватает. Так, в лагере не функционирует несколько корпусов. Их построили в 60-х годах прошлого века, и сейчас их износ составляет 70%. Конечно, есть еще над чем работать, над условиями теми же самыми, да, банально в некоторых корпусах нету туалетов, душевых, да, все это происходит на улице. Хотелось бы создать более цивилизованные условия. Это, судя по всему, следующий этап в модернизации лагеря. Ольга Пырычкина, Юрий Марков, Республика. В селе Ичикс Алатарского района, ко дню республики, откроется фельдшерско-акушерский пункт. Здание уже построено, а сейчас завершаются работы по благоустройству. Новый ФА будет обслуживать более 200 человек. Сейчас сюда завозят оборудование и проводят высокоскоростной интернет для консультаций с врачами районной больницы. Фельдшерско-акушерский пункт будет означен всем, что необходимо для первичного медицинского осмотра. Здесь будет работать молодой специалист из Тамбовской области Дмитрий Сероштанов. Приятно удивило по приезду, что здесь есть подстанция скорой медицинской помощи. Вот спасибо вам огромное, действительно, очень сильно помогает, потому что без колес очень тяжело. Да и специалисты неплохие. Выручают всегда, понимаете, бывает ситуация, когда действительно минута решает все. И то, что они там находятся, и доехать им очень легко сюда, быстро, это огромный плюс. Это огромный плюс, и порой плюс в нашем пользе. Достойному фельдшеру достойное рабочее место. Поэтому мы очень рады. Возрождается, возродился у нас лет пять назад, открылся храм для нашего душевного здоровья. Теперь для телесного открывается фельдшерский пункт. Очень нужное, конечно, это событие, очень знаменательное. Мы очень этому рады. Все село, конечно, благодарит и здравоохранение, которое не обмануло наши надежды. Отметим, что за шесть лет в республике было открыто 180 фельдшерско-акушерских пунктов. Больше 80 лет назад здание по улице Михаила Сеспеля в Чебоксарах построили специально подофтальмологическую больницу. Сейчас там институт усовершенствования врачей. О том, как ремонтируют объект культурного наследия, далее. С высоты птичьего полета этот объект похож на самолет. Институт усовершенствования врачей находится в самом центре Чебоксар. Это здание с богатой историей и является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1937 году как специальную больницу для лечения опасного заболевания – трахомы. Именно в этом здании знаменитый хирург Святослав Федоров провел первую в Советском Союзе операцию по пересадке искусственного хрусталика. С 80-го года в стенах больницы 30 лет работали кардиологи. Уже в 2012-м палаты больницы начали переоборудовать под учебные классы. В результате проведения ремонтных работ нам удалось создать новые просторные светлые учебные комнаты. Так вот в ходе последнего ремонта мы решили подойти уже довольно-таки серьезно к внедрению новых технологий в обучение. Так у нас созданы сейчас в результате ремонта все условия для организации симуляционного кабинета. Здесь у нас вот в этих рабочих наших кабинетах, наших учебных комнатах будут оборудованы симуляционные кабинеты уже роботами, манекенами. И здесь уже не выезжая за пределы республики наши врачи могут обучаться новым методам лечения, диагностики, ну и профилактики многих заболеваний. В институте молодые медики проходят ординатуру. Врачи и медсестры повышают квалификацию. Один раз в пять лет мы повышаем квалификацию по основной специальности. Проводятся здесь разные конференции. Получаем тематическое усовершенствование. Это вот 36-72-часовые курсы. В этом же здании располагается музей истории медицины, который ежегодно пополняется новыми экспонатами. Здесь представлена экспозиция, начиная с первобытного общинного строя до сегодняшних дней. В здании находится уникальная библиотека, которая хранит журналы и медицинскую литературу с работами известных профессоров. В хранилище истории медицинских открытий ремонт уже завершили. Осталось реставрировать фасад здания и поменять крышу. Татьяна Трофимова, Алена Алтухова, Борис Андреев, Республика. Завтра, 21 июня, в Чебоксарах впервые пройдет культурный форум. Речь пойдет о процессах, которые сейчас происходят в этой отрасли. Как культура влияет на экономику, что думает об этом бизнес-сообщество и насколько оно готово вкладывать в развитие важной сферы. На форуме обсудят уже наработанные региональные практики, такие как промышленный туризм, школьные и живые уроки. В числе экспертов и гостей – деятели культуры и искусства Чувашия, депутаты Госдумы, представители Общественной палаты России. Особое внимание дальнейшему развитию диалогу культур России и Японии. В рамках форума пройдут круглые столы, семинары, лекции. Таким стал этот четверг. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова